Кадяков спрашивает такой очень интересный, забавный, каверсный вопрос. Что бы вы изменили в республике после победы вашего кандидата на выбор главы? Эмпирически вашего, да, то есть вот кандидата, который, ну, я надеюсь, что это имеется в виду, кандидата, который меня бы устраивал и, ну, произвел на меня впечатление человека, который действительно желает что-то изменить. В первую очередь я бы, конечно, обратил внимание на кадровую политику. То есть в кадрах зарыты все проблемы управленческой команды, вот сейчас, которые существуют. Я бы несколько изменил порядок принятия на работу чиновников с той целью, чтобы избежать, ну, во-первых, конечно, таких хрестомантийных грехов команды Хабирова, это там, ну, там, взять человека, потому что он родственник, взять человека, потому что он на соседнем огороде с тобой картошку копал, там, или в инстутике учился и прочее. Нет, это вообще дичь полнейшая какая-то африканская кадровая политика, это, конечно, нужно избегать сразу. Но нужно бы ввести какую-то систему тестирования, потому что зачастую люди, попадая на высокие должности, даже, в принципе, не понимают, что им делать дальше. Хорошо, когда вот, ну, есть человек с опытом, он там работал, вот для меня сейчас пример такого решения для господина Сидоркина, министра строительства. Он хотя бы долгое время работал в строительстве. У него точно есть какие-то компетенции. Я не знаю, какой он человек, не знаю, будет ли он там красть все подряд или через раз, но он, по крайней мере, хотя бы профессионал. А у нас есть примеры, когда Хабиров там назначают на должности людей, которые, ну, елки-палки, ну, совсем не в зуб ногой. И, кстати говоря, наш мэр Мавлиев из числа этих людей. То, что он там где-то в каком-то маленьком городишке, каким-то начальником отдела где-то в Татарстане работал, это вообще не повод сделать человека мэром миллионного города. Ну, и масса таких примеров можно перечитать почти бесконечно. То есть тот же самый сенатор Совета Федерации, это Олег Голов, которого сейчас назначают представлять Башкирию в Совете Федерации. Ну, блин, ну, человек с каким-то весьма смутным опытом, работая на каких-то вторичных должностях. Он потянет. Почему вы так решили? Вот потому я считаю, что нужно какое-то очень эффективное тестирование при принятии на работу. И нужен действительно серьезный испытательный срок. Ну, понятно, что нельзя это вводить там на уровне министров, там и вице-премьеров. Это отдельная категория чиновников. Но вот даже начальники отделов и всяких управлений, они должны находиться на испытательном сроке полгода, а то и год. Я вот так считаю. Ну, много там. На самом деле, что бы вы изменили, этот вопрос, конечно, не на одну передачу. Тут можно много. Много есть мыслей, много того, что действительно приходит в голову, и что нужно реализовывать. Но, увы, это все не про нас и не про сейчас. Потому что то, как управляется республика сейчас, это, конечно, абсолютная дичь. Это какой-то архаизм. Ну, братва, родня, вот эти любовницы, еще что-то. То есть, ну, вот это просто везде. Я недавно в одном ведомстве разговаривал, не скажу, в каком, не буду людей подводить, но они просто вот стонут. Они, говорит, понавезли из Ишимбая вот этих вот родственников, причем настолько уже дальних, которые там не совсем родственники, а просто на какой-то одной улице где-то жили. Там один навоз ногой топтали вот с этими нынешними руководителями. И теперь их вот просто обязуют их ставить на какие-то руководящие должности. Они там должны быть большими людьми. Они разбивают щеки, смотрят свысока, потому что вот у них вот по праву происхождения. И приехали они из Ишимбая. Потому что там был, ну, там жил Радий Фаритович, там он родился где-то рядом в какой-то деревушке. Вот такая история. Так что вот кадровая политика, номер один, то, что нужно менять в республике. И это по цепочке даст эффект. Если набрать нормальные кадры, они хотя бы будут нормально работать. По крайней мере, есть на это надежда. А вот эти вот, кто с Ишимбайским навозом на ногах, они, в принципе, точно 100% не будут работать, потому что они не умеют. То есть тут гарантия. Там-то еще, может быть, есть шанс, а здесь точно нет. Продолжение следует...